Никаких ограничений размер платы за ОДН не имеет. Расчет для каждого многоквартирного дома индивидуален в зависимости от его характеристик. На прошлой неделе мы рассказывали историю пенсионерки Валентины Калугиной. Женщина пыталась добиться от управляющей организации разъяснений по способу начисления ОДН за электроэнергию. Ответ мы получили от службы госжилинспекции. Проверить верность расчетов УК математическими методами может каждый житель сам. В расчет нужно брать исходные данные – площади дома, норматив потребления, тариф на ресурс. Если есть подозрения в верности калькуляции коммунальщиков, обратиться нужно в госжилинспекцию и инициировать проверку. Начисление ОДН бывает по нормативу или по фактическому потреблению. Второй вариант возможен только если жители примут такое решение на общем собрании. Расчет в этом случае может складываться и в сторону уменьшения от норматива, и в сторону увеличения. Месяц от месяца сумма в квитанциях может быть разный. Размер ОДН не зависит от индивидуального потребления внутри жилого помещения. Расчет производится из нормативов потребления или показаний общедомовых приборов учета. Сотрудники службы уверяют – беспокоиться не стоит. В квитанциях платить за злостных уклонистов не придется никому. Действующий порядок расчета оплаты за ОДН не предусматривает возможности погашения задолженности за жилищные и коммунальные услуги неплательщикам. Поэтому факт неоплаты жилищно-коммунальных услуг не влияет на размеры ОДН для добропорядочных плательщиков.